Уважаемые слушатели, меня зовут Шамуратова Дельноза Салимовна. Я ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Самаркандского медицинского института. Сегодняшняя наша тема лекции – двигательная система, рефлекторная функция, план лекции, актуальность данной тематики, структура пирамидного пути, исследование пирамидной системы, признаки центрального и периферического паралича, синдромы поражения пирамидного пути на разных уровнях. Цель лекции – дать представление о структурно-функциональной организации двигательного пути в методиках исследования двигательных функций об основных синдромах поражения пирамидного тракта. Движение бывает произвольным и непроизвольным. Произвольное движение импульса проходит из области двигательного анализатора коры головного мозга. При непроизвольном движении импульсы проходят как с периферии, так и из различных отделов центральной нервной системы. Пирамидный путь вперед-начало в области двигательного анализатора мозговой коры идет к исполнительному двигательному аппарату мотонейрона передних рогов. Пирамидный путь образует два нейрона – центральный нейрон и периферический нейрон. Центральный нейрон представлен клетками двигательного области коры головного мозга. Отростки этих клеток направляются вниз, образуя лучистый венец, проходят через внутреннюю капсулу, воролив мост и в продолговатый мозг. Пирамидный путь занимает колено и переднюю треть заднего бедра. Область колена занята волокнами, направляющимися к ядрам лицевого и подъязычного нервов. Через переднюю треть заднего бедра идут волокна латерального кортикоспинального тракта. В продолговатом мозге волокна пирамидного пучка совершают перекрест, переходят на противоположную сторону, далее спускаются вниз в составе бокового столба спинного мозга. В спинном мозге кортикоспинальный тракт расположен в задней части бокового столба и тянется до крестцовых сегментов. Его волокна контактируют с клетками передних рогов спинного мозга при посредстве вставочных нейронов. Периферический нейрон. Волокна периферического нейрона, представленного клетками передних рогов спинного мозга, идут к мышцам. Соматотопический порядок расположения мотонейронов в передних рогах. На шейном уровне мотонейроны латеральных отделов передних рогов иннервируют кисти и руки, а медиальных – мышцы шеи и грудной клетки. На поясничном уровне нейроны, иннервирующие стопы и ноги, расположены в латеральных отделах передних рогов, а иннервирующие туловище – в медиальных отделах передних рогов. Мейроны передних рогов спинного мозга представлены большими и малыми альфа-мотонейронами, гамма-мотонейронами, а также клетками Рэмшоу. Корешки, идущие от грудных сегментов, дают начало межреберным нервам. Значит, при образовании шейного сплетения, плечевого сплетения, поясничного, а также крестового сплетения участвуют данные сегменты корешки. Двигательные акты, осуществляемые пирамидным путем, носят волевой характер, отличаются точностью, тонкостью и строкой изолированностью. Исследование пирамидной системы. В первую очередь мы исследуем мышечную силу. Мышечная сила оценивается произвольное, активное сопротивление мышц по пятибальной шкале. 0 баллов – это отсутствие движения, полный паралич или плегия. 1 балл – минимальное движение, не способное преодолеть силы тяжести. 2 балла – способность преодолеть силу тяжести с оказанием минимального сопротивления внешней силы. 3 балла – это достаточное сопротивление воздействия внешней силы. 4 балла – незначительное снижение силы мышц, утомляемость при сопротивлении. А также 5 баллов – это полное сохранение двигательной функции. Для исследования силы мышц применяют верхнюю и нижнюю пробу Барре. Исследование пирамидной системы. Во втором этапе мы проверяем мышечный тонус. Оценивается непроизвольное сопротивление мышц при пассивном движении в суставах после максимального расслабления. Выявляется повышение или снижение мышечного тонуса при поражении центрального и периферического мотонейронов соответственно. Третье – это сухожильные рефлексы. При исследовании сухожильных рефлексов у пациентов с поражением пирамидного пути может определяться повышение или снижение рефлексов, расширение рефлексогенных сон, анизорефлексия, асимметрия рефлексов с разных сторон. Уровни замыкания рефлексов в спинном мозге. Здесь данные уровни замыкания рефлексов в спинном мозге. Клиника нарушения пирамидной иннервации. Центральный паралич. Центральный паралич развивается при поражении центрального двигательного нейрона в любом участке. Это может быть кора полушарий, больших полушарий, внутренняя капсула или же ствол мозга, а также спинном мозг. Периферический паралич развивается при поражении периферического двигательного нейрона в любом участке. Клетка переднего рока, передний корешок, может быть сплетение или же периферический нерв. Центральный паралич. Существуют признаки центрального и периферического паралича. К признакам центрального паралича относится мышечная гипертония. Это повышение мышечного тонуса по спастическому типу в сгибателях руки и в разгибателях ноги. Поза верника мана характерна. Могут развиваться также контрактуры. Гиперрефлексия сухожильных рефлексов. Это повышение сухожильных рефлексов с расширением рефлексогенных зон. Повышение пропроцептивных рефлексов с клонусом или без него. Патологические рефлексы. Патологические рефлексы бывают, в свою очередь, экс-экстенсорные или же разгибательные и флексорные, сгибательные. Выпадение экстракцептивных рефлексов, брюшных, подошвенных, кремастерного. Синкенезии. Это имитационные, координационные, глобальные синкенезии, в свою очередь. А также защитные рефлексы и отсутствие дегенеративной мышечной атрофии. Признаки периферического паралича. Периферический паралич возникает при поражении переднерогового аппарата спинного мозга, либо передних корешков, либо сплетения, или же нервных волокон. Характерны гипотония, снижение тонуса мышц, или атония, отсутствие тонуса мышц. Гипотрофия или же атрофия, уменьшение или отсутствие мышечной массы. Гипорефлексия или же арефлексия, снижение или полное отсутствие сухожильных рефлексов. Фибриллярные или фасцикулярные подергивания. Это рефлекторное сокращение мышечных волокон фибриллярных или групп мышечных волокон фасцикулярных. А также неврогенная мышечная дегенерация. Нервные волокна замещаются соединительной или же жировой тканью. Варианты параличей. Органический паралич – это центральный, либо периферический, или смешанный. Рефлекторный паралич – наличие патологических знаков при достаточной сохранности мышечной силы. И третий – это функциональный паралич. Не изменяется трофика и тонус мышц, сохраняются глубокие рефлексы, отсутствуют патологические стопные или кистевые знаки. Корковый уровень поражения. Для поражения коркового уровня характерен монопорез на противоположной стороне синдром и плюс синдром джексоновской эпилепсии на противоположной стороне очагу. Лучистый венец. Для поражения лучистого венца характерен гемипорез на противоположной стороне. Больше выражены либо в руке, либо в ноге. Капсулярный уровень поражения. Уровень внутренней капсулы. Характерен 3G-симптоматика. Это гемиплегия на противоположной стороне, гемианестезия, а также гемианопсия. Для поражения ствола головного мозга характерны альтернирующие синдромы. Существует несколько групп альтернирующих синдромов. Это в зависимости от локализации процесса альтернирующие синдромы среднего мозга на уровне моста, а также на уровне продолговатого мозга. Примером могут служить альтернирующие синдромы Вебера, а также синдром поражения на примере перекреста пирамидных путей. Синдром поражения спинного мозга в верхнем шейном отделе на уровне С1-С4 характерен центральный порез ниже места поражения. Синдром поражения спинного мозга в нижнем шейном отделе – это уровень С4-С8. Центральный порез тоже ниже места поражения. Синдром поражения спинного мозга в грудном отделе. Синдром поражения спинного мозга в грудном отделе. Характерна атрофия мышц плечевого пояса. Топическая диагностика уровня периферического паралича. Поражение периферического нерва – это периферический паралич мышц в зоне иннервации одного нерва. Множественное поражение нервных стволов или же полиневропатия – это вялый тетропорез в дистальных отделах конечностей. Поражение передних корешков – периферический паралич мышц, иннервируемых данным корешком, фастикулярные подергивания. Поражение передних рогов – это периферический паралич в зоне иннервации данных сегментов, а также фибриллярные подергивания. Поражение периферических нервов – это пяточная стопа, поражение малоберцового нерва – это лошадиная стопа, а также периферический паралич обеих ног дегенеративной атрофией мышц. Неврит локтевого нерва – рука имеет когтеобразный вид, пальцы разогнуты в фалангах и согнуты в концевых птичья лапа. В таком виде. Неврит лучевого нерва – отвисание кисти, невозможность разгибания предплечья пальцев, отведения и разгибания большого пальца. Поражение срединного нерва – обезьянья кисть, нарушено противопоставление большого пальца другим пальцем, ограничено сжатие пальцев в кулак, похудание мышц, атрофия мышц, придающие руке вид обезьянья кисти. Трофические изменения в области ульнарного края кисти и ладони. Неврит малоберцового нерва слева. И напоследок хотелось бы задать вам вопросы. Первый вопрос – это признаки центрального паралича, а также клинические проявления множественного поражения периферических нервов. Благодарю за внимание.